Здравствуйте! Я не очень привыкла говорить в микрофон, вы поймёте это дальше, судя из моих кураторских проектов, судя по моему подходу, то есть такой официальный стиль, он слегка нов для меня. Я очень рада, что мы тут собрались сегодня, что наши ряды ещё пополняются. Привет! Сегодня я расскажу вам о том, чем я занимаюсь, как это всё получилось, какие личности сыграли значительную роль в моём кураторском развитии, и какие проекты я делала, какие планы имею, что есть интересного в Одессе. Я из Одессы, для меня это очень много значит. Я осознаю это как значительную часть моей идентичности, хочу об этом рассказать, поделиться, увлечь вас этим. Отлично! В общем, вот я выбрала первый такой слайд об Одессе курортной. Мы все знаем, тем более кто не из Одессы, всё больше знают об Одессе, как о неком таком курортном месте, которое тяготеет к сезонности, которое исключительно оживляется летом, но чем холоднее, тем более жидкая, культурная в том числе жизнь, тем меньше людей, тем более одиноко ты чувствуешь себя в Одессе. Поэтому, ещё ссылаясь на значительный одесский культурный миф, как живо было в Одессе в конце 80-х, начало 90-х, какие великие ребята вышли оттуда в это время. Тем более это жаль, и хочется вселять больше энергии в это место. Вчера ещё я готовилась к лекции, просматривала мероприятия наши на Фейсбуке. Смотрю, Лёня Войцехов пожелал мне успеха. И я подумала, что это хорошая традиция. Часто Лёня Войцехов желает мне успеха в мероприятиях. Мои хорошие старые товарищи. О нём мы тоже сегодня немножко замолвим слово. Вот. Значит, что, в принципе, есть в Одессе? В Одессе есть музей современного искусства Одессы. Удивительное учреждение, которое спонсируется приватным капиталом, которое, в принципе, является единственным музеем современного искусства в Одессе. И после коммуникации с музеем во время 5-й Одесской биеннале я впоследствии стала куратором музейной экспозиции этого замечательного места. Вот на фото мы видим Семёна Кантера, директора этого музея. Удивительный человек, яркий, вдохновлённый, желающий прогресса этому делу и подходящий очень своеобразно к процессу, что придаёт определённые всё-таки коннотации экзотические этому музею. Но я считаю, что это большая радость, в принципе, что в Южной Пальмире мы имеем такую инициативу, такое здание, некоторые возможности, и людей, которые пассионарно этим занимаются, поступательно и продолжают и продолжают. Музей располагается в небольшом особняке на Французском бульваре, крайне романтичное место. Историзм, романтика очень по-одесски. Само здание музея, если кто не был в Одессе, там состоит из небольших комнат-кабинетов, то есть это далеко не белый куб, но, тем не менее, мы стараемся показывать там современное искусство. Одним из ключевых моментов в развитии меня как куратора стали занятия с Михаилом Рожковецким, куратором, историком искусства, теоретиком. В 2016 году он организовал нечто вроде кружка для занятий с желающими стать арт-критиками. Взвалил на себя такую неловкую, нелегкую ношу воспитания молодого поколения, и многому меня научил и в текстах, и в подходе, и в каком-то особом таком и легком, и глубоком шарме одновременно. Для меня эта группа, эта инициация с Рожковецким сыграла очень много. Ну, вот 2016 год начался для меня с переключения на кураторскую стезю, то есть я поняла, что я хочу этим заниматься, практиковать, открывать выставки. Я хочу показывать ту творческую среду, которая есть в Одессе, но она временами достаточно сокрыта, не хватает какого-то, ну, собственно, кураторского подхода. И можно... Есть что показывать. Есть что показывать, хочется работать. Рожковецкий стал таким отправным пунктом, когда я ощутила некоторую свою силу заниматься этим. Может быть, поначалу неловко, но тем не менее. Ну, и далее я соблазнилась все-таки высшим образованием в этой сфере. Я услышала о программе, магистровской программе по кураторству на базе университета Драгоманова в Киеве, которую учредили и Нина Пруденко, Антон Лабов, Ольга Балашова, Лиза Герман. И я подумала, почему бы и нет, молодые профессионалы, может быть, научат нас практике. Пора поступать. Ну, и решила поступить. Поначалу я была очень вдохновлена, но потом я поняла, что, тем не менее, несмотря на такой импульс со стороны молодых профессионалов в университетской жизни, в программах остается очень много педагогики, очень много тех дисциплин, на которых настаивает университет, и на специальное собственное кураторство остается не более 15%. Это очень много, и это забирает время. Тем не менее, вот когда я поступала в Драгоманово, это было, ну, жаркое лето, экзамены вступительные, по 400 вопросов. В общем, нужно было готовиться. И как раз в эти дни происходило, может быть, вы помните, крестный ход в Киеве, когда православные общины с запада Украины, с востока Украины должны были объединиться в Киеве для того, чтобы войти в Киево-Печерскую лавру. Значительный эпизод, и сильное и политическое напряжение в этом моменте чувствовалось, и социальное даже. То есть я замечала, что в Киеве, когда в публичном пространстве появлялись люди, одетые, согласно православному канону, то есть женщины в длинных юбках, там, в закрытой верхней одежде, в платках, это вызывало некоторое подозрение на уровне того, что, возможно, такие граждане могут сулить опасность. То есть они опознавались как потенциально опасные. Меня это совместно с моей хорошей товарищкой Татьяной Непомнящей спровоцировало на публичную акцию в пространстве Киево-Печерской лавры. Мы решили возглавить крестный ход, апроприировать его силу, силу этого объединения общины православной и изобразить это как действие, спровоцированное художниками, что изначально этому всему содействовали именно артистические силы. Все случилось достаточно спонтанно. В один день пришла идея около 11 утра во время утреннего кофе. Нарисовали плакат, купили юбку в переходе и отправились на акцию. Вот таким образом мы сначала возглавили колонну. Татьяна снимала меня, я вот выступила в кадре. Возглавили колонну и таким образом апроприировали это действие. Может быть, немного наивно, но тем не менее, это было достаточно весело. Удивительное ощущение, конечно, когда ты не имеешь опыта публичных акций, не совсем идентифицировал себя как художника. Для меня, будучи куратором, это тем более большой-большой вопрос. Но ты проходишь этап акции, ты чувствуешь себя действующим лицом в пространстве, во взаимодействии просто с людьми на улице, и это взбудораживает на много дней вперед. Было удивительно, что когда я присоединилась к колонии шествующих верян, они очень радовались мне. Они смотрели на мой плакат, и они думали о том, что мы пришли. Да, таки да, мы же пришли. Все хорошо, у нас не было совершенно конфликта. Я считаю, что это один из ценнейших моментов этой акции, потому что, когда ты не входишь в конфронтацию с полем, а ты находишь некоторый такой путь смягчения и вуалирования своего главного месседжа, это важно, это эффектно. Но думаю, что это было неплохо на самом деле. Я чувствовала себя хорошо, это уже о чем-то говорить. Вот. В общем, поступила я в Драгоманово. Все это происходило в дни экзаменов. Сходила, совершили мы эту акцию, поступила я в университет, все вот вроде бы развивается. Потом хочется делать выставки. Выставки делать хочется, как их делать? Нужно делать, может быть, свое какое-то приватное пространство, сложно, как-то не сразу все складывается. Я решила связаться ближе с... Ну как, не я решила, так продиктовала практика. Ко мне обратились ребята из Инсайта, по организации фестиваля «Равенство» в Одессе. И я делала для них всю мою менеджерскую программу, организовала их лекции, вечеринку сделали отлично. Ну и я, разумеется, впихнула вариант о проведении выставки. Нужно же поговорить об этом на языке искусства. И вот провели выставку. Моя первая экспозиция, повседневная практика. При участии локальных художников мы говорили о насилии. О насилии, которое встречают не только представители ЛГБТ-сообщества, но и отчасти эта проблема близка и художникам, и любым другим гражданам, которые могут вести себя экспрессивно в социуме, которые не смущаются выражать себя полно. И мы говорили о насилии с точки зрения того, как мы в повседневной жизни можем сталкиваться с такими жесткими эпизодами, несмотря на то, кто бы мы ни были. Вот, например, работа Татьяны, не помнящая, трехканальное видео. Она имела опыт пребывания в качестве миссионера ОБСЕ на Востоке. Ее расселили в детскую комнату к людям, которые жили там давно. И она проводила свое время именно в детской комнатке, наполненной игрушками, наполненной каким-то девичьим стафом. Необычный опыт, она решила выразить это в такой форме. Было немного участников, но тем не менее, вот, например, был еще интересный автор Жора Хазанкин, который изображал сцены Майдана, как некие такие батальные классические сцены. Неплохая графика, может быть, немного даже с ориентальным оттенком. Вот работа хорошая еще Вацлава Ютыша Зюзина. Единственного, возможно, на Одесской арт-сцене представителя ЛГБТ-сообщества. Его работа «Нарцисс». Мы решили ее переработать, и было такое, ну, как бы, кураторское, художественное решение возложить некие, создать некое ощущение монумента этому. Нарцисс, человек, который сосредоточен на себе, на своем эго, он несчастен по сути, он несчастен по сути, мы возлагаем этому цветы, то есть мы классифицировали эту композицию живых цветов. Когда я проводила эту выставку, когда только собиралась организовывать вся работа с фестивалем равенства в Одессе, я поняла, что найти площадку для того, чтобы говорить о вопросах, которые предполагает подобного рода форум, достаточно непросто. Многие отказываются из соображения безопасности, кому-то притят такие темы, то есть найти просто-таки площадку коммуникации для этих вопросов совершенно непросто. Это во мне породила, ну, печаль, скажу честно, скажу честно, именно печаль, потому что слышать отказы по причине того, что мы не работаем с такими темами или мы думаем, что это может быть опасно, наша локация подвергнется какому-то насилию, было очень неприятно. И в последующие пару недель после проведения этого фестиваля я просматривала, серчала, смотрела по Биеннале, по Венеции и наткнулась на работу эстонского художника Яноса Самы. Ну, и это стало поводом для моей уже работы предложения. Яноса Само рассказывала историю о главе колхоза, который был героем войны Великой Отечественной, и он был таким ударником производства, впоследствии возглавил колхоз, очень такой красивый карьерный ход, вполне в духе эпохи, но ближе к 70-м годам его разоблачили в ракурсе того, что он был гомосексуалом. И у него была семья, у него была, в принципе, стабильная и семейная жизнь, и карьерная, то есть все у него было складно. Но это разоблачение, которое повлекло за собой увольнение, гонение, разрушило его жизнь. Разрушило его жизнь, несмотря на то, что обществу он приносил, ну, определенные блага. Он был хорошим организатором, директором и так далее. Его жизнь была разрушена, и он погиб, он умер, был убит одиноким в своем каком-то доме на Атшибе от рук русского солдата, который занимался проституцией. То есть личность была уничтожена. Уничтожена социальным давлением, неприятием его, собственно, его сексуальности, которая, тем не менее, не влияла на его социальный эффект, на его полезность. Он был отличным гражданином, тем не менее, он был поддан полному разрушению. Я решила предложить эксперимент украинским музеям. Я начала писать письма в художественные музеи в разных крупных городах в Украине с предложением, с описанием этого проекта и с предложением провести экспозицию этого художника, показать этот проект. Говорила о советском наследии, о необходимости его переосмысления. Было удивительно, было удивительно, какие разные ответы я получала. Я получила очень много разных ответов, тем не менее, я не получила ни одного утвердительного. Меня отправляли в музей секса с таким проектом. Меня отправляли, разумеется, в коммерческие галереи. Письма приходили очень формальные. Вот вы видите, на гербовых бланках все красиво. Было удивительно также, что общение при помощи электронной почты было значительно затруднено для музеев. Через два месяца после того, как я отправила письма в 20 мест, я получила около четырех ответов. И я подумала, может быть, стоит воспользоваться уже обычной почтой. С обычной почты получилось эффективнее, что удивительно. Я предполагаю, что в украинских музеях по-прежнему сохраняется проблема с коммуникацией посредством новых медиа. Это странно, действительно, когда больше ответов приходит именно по обычной укрпочте. Ну что ж, мы заговорили о работе с НГО. И, собственно, для меня это такой был важный первый трамплин, потому что не решалась я делать совсем такие низовых инициатив выставки. Но, тем не менее, ко мне обращались время от времени интересные мне организации, в план которых можно было ввести и визуальную часть. А следующим таким проектом для меня стал проект «Подолание», «Которые работают с фасилитацией конфликта в сфере психологии вокруг конфликта на Востоке. И я подумала, что если... Ну как, не я подумала, даже они скорее обратились, они родом, как бы, эта организация имеет германские корни. И было для меня радостно и удивительно в некоторой степени, что они сразу сами запросили, давайте поговорим об этом вопросе и на языке искусства. Давайте будем немножко разнообразить программу, но не в качестве оформительства, а в качестве именно отдельной точки зрения. Мы говорили о войне, о травматичности таких событий, в принципе, достаточно научного уровня форум, но решили заговорить конкретно в визуальной части, скорее о страхе. О страхе, о том, что ограничивает человека, как это схватывается, почему происходит такая ситуация, какие психологические реакции могут наступать. Форум проходил в пространстве достаточно простого каворкинга в Одессе, то есть это офисное помещение, поместить туда выставку достаточно непросто. Тем не менее, я нашла там некий такой стеклянный кабинет, где можно было бы разместить небольшое количество работ, но они были бы, тем не менее, выделены. И опять же, с локальными, с одесскими художниками мы проводили эту экспозицию. Помимо выставки, я делала также дискуссию, дискуссию с такими одесскими деятелями, с Николаем Корабиновичем, с Утой Кильтер, мне оказалось очень важно привлечь Уту к взаимодействию с этой темой, потому что в одесском пространстве она, как женщина-критик, несколько дискредитированная, и мне хотелось ее перевести ближе в какое-то консультативное, мягкое поле, где бы она могла полноценно высказываться и не быть дискредитированной в силу своей эффектной речи, временами очень экспрессивной. Я была рада, что наша дискуссия прошла достаточно конструктивно, было взаимодействие с аудиторией было, и я думаю, что такой состав был достаточно уместен. Несколько работ с этой выставки. Вот. Вы видите мою мышку? Нет, не видите. Ну ладно. Вот, еще пару слайдов. И это было предновогоднее время 2016 года, и вот уже близилась 5-я Одесская биеннале современного искусства. Когда приближается биеннале современного искусства в Одессе, нужно что-то делать. Нужно, если ты одесский куратор, срочно делать проект. Это порождает некоторую панику. Скажу вам честно, я не горела желанием входить в какие-то музейные или выставочные пространства, что-то конструировать, некую идею, которая будет притянута к месту. Я не могла найти для себя решение. Тем не менее, вот в этот период я работала в Киеве, но в Одессе появлялась наездами. Я появлялась там наездами по неделе, и как раз в это время мои родители очень ярко меня вовлекали в освоение дачи, которая досталась мне в наследство от моего дедушки, загородный дом, который нужно было, его не стало, который нужно было осваивать, ну, что-то нужно, какое-то хозяйство там наводить. Такая очень практическая семейная сторона, которая, тем не менее, ну, вот нужно ее как-то исполнять, и при этом тебе нужно делать биональный проект. Я достаточно так себя, ну, тяжело немножко чувствовала, я как-то чувствовала себя вовлекаемой в этот процесс, и не ощущала явной идеи. И я поняла, что практика в данном случае диктует проект. Дачная жизнь, дачная жизнь в плане семейном, эти особенные истории, которые для всех нас, они у всех есть, но мы все их немножко прячем, это что-то такое немножко стыдное, такое немножко семейное слишком, но что-то не будешь приличному собеседнику рассказывать о своих семейных траблах, как у тебя там что, как, но с другой стороны, это и травмирующий опыт, и опыт, отбирающий время. Я поняла, что я хочу делать выставку о дачной утопии. Проект, который бы отражал то многообразие ощущений, которые человек испытывает, может быть в юном возрасте, иногда даже в весьма зрелом, который спровоцирован этой внезапной частной собственностью, которая тем микрокосмом, который каждый дачник производит на своем участке, этим странным конструкциям, каким-то сооружением, каким-то обременением к ведению хозяйства, огород, сад, нужно постричь виноград, столько проблем. И ты вроде бы на своей волне занимаешься своими делами, но эти все проблемы нависают сверху. Или какой-то внутрисемейный дележ. Я думаю, многие из вас знают об этом на своем опыте. Я думаю, что артикулировать эти вопросы, проговорить, они, это проговаривание может быть полезно, полезно для каждого участника, тем, что этот некоторый блок, который сидит на этих вопросах, он таким образом раскрывается, когда ты понимаешь, что, да, ну, не только у меня такая фигня, еще у многих, у кого-то и похлеще, у кого-то и помягче, но тем не менее. Для того, чтобы подготовить, ну, вообще, готовиться к этому проекту, это был достаточно специфический момент, потому что, ну, я не была поначалу уверена в том, что об этой теме могут заговорить, что авторы готовы делать что-то, связанное с этой тематикой. Я получила приглашение в некий такой артистический коллоквиум в Минске, работая больше, отдыхая больше. Который инициируется уже несколько лет Олей Сосновской, Алексеем Борисенком в Минске. Для этого сообщества очень важны вопросы труда, отдыха, соответственно, всех социальных подоплек, всех политических подоплек. Соответственно, я подумаю, что это может быть неплохой площадкой для того, чтобы провести первоначальное исследование вопроса. Я решила устроить сперва практику проговаривания. Для того, чтобы пригласить участников форума к такой практике, я решила предложить им некоторую такую заманчивую штуку о том, что я сделаю, если они мне пришлют фотографии своих дач, я сделаю фото ауры этих мест. Это помогло. Это помогло. Я связалась с конторой, которая занимается фотографиями ауры в Одессе. компания «Эра Водолея». Я не забуду ее никогда. И за пиар, который осуществляется сейчас тоже, они, согласитесь, со мной поработают бесплатно. И вот я приезжаю в Минск. Я приезжаю в Минск. Сложное место. Сложное место. Это непростое. Очень жесткое, очень строгое. Больше трех объединяться кажется опасным. Тем не менее, наше временное сообщество достаточно объемно. Наверное, человек 40. Мы свободно ведем себя в городском пространстве. Обсуждаем. Проводятся лекции, какие-то показы. На самом деле, это было больше встречи, может быть, чем, потому что конкретно минчане, люди, которые не задействованы в сфере искусства, но интересуются, они как-то не присоединялись к нам. Скорее, это был, да, вот такой вот большой слет. И Минск, конечно, он меня поразил, потому что я как раз возвращалась из Касселя, через Берлин. Там совсем другие Нравы. И это было, да, очень контрастно. Очень-очень контрастно. Ну, вот пришел уже день, день моего, ну, моя дата этого проведения мероприятия, и я представила вот такие вот фотографии ауры. Видите, у кого-то красненькая аура, у кого-то сине-зеленая. Компания Эра Водолея предоставила свою трактовку этих цветов. Что-то более страстное, что-то более спокойное, где-то меланхоличное, где-то нужно уделить, по их мнению, внимание, там, каким-то особым практикам. В общем, ну, эзотерическая компания с коммерческим уклоном. Необычайное место. Но я была очень рада тому, как это случилось в Минске, потому что люди, которые собрались, которые были готовы об этом поговорить о своих дачах в 11 часов утра, они были действительно очень открыты. Они были открыты. Я услышала очень много семейных историй, иногда очень-очень курьезных, из серии, там, каких-то, как мама с криком снимала дедушку, который во время начала всех ужасных историй на Востоке хотел продолжать ремонтировать крышу на третьем этаже на хрупкой лестнице. И какие-то семейные дележи, какой-то дискомфорт, который ты испытываешь в детстве, когда тебя заставляют ехать на дачу, но там, помимо тебя, еще 15 родственников, и тебе там тесно, грустно, тяжело, нужно какими-то закрутками заниматься. Все страшно. И я была бы очень рада тому, насколько легко люди могут делиться этими вопросами, если их действительно об этом спросить. А оно у многих болит, оно у многих назрело, оно мешает, оно кажется каким-то стыдным, спрятанным. Ты хранишь эту информацию в себе, но никогда ее не озвучиваешь по-хорошему, кроме там с папой, с мамой. Вот. Вернулась я из Минска, а подготовка к биеннале уже идет полным ходом. Вот Михаил Рашкветкин на этом фоне, мы видим его со спины, и вот Николай Карабинович тоже что-то, что-то делают, трудятся, жарко в Одессе, июнь, июль, жара неимоверная, нужно делать биеннале. Обстановка тяжелая. Я занималась во время биеннале больше пиаром, СММом, но коллектив, оргкомитет биеннале очень небольшой, и, ну, вы понимаете, что по ходу движения нужно было заниматься очень многим, это было измождающим действием, и мы все-таки выжили. Мы все-таки выжили, и помимо организационной деятельности я открываю проект на даче, посвященный этой дачной утопии, удивительному влиянию социополитического контекста на частную жизнь каждого человека, потому что практически каждый гражданин мог получить некий участок для освоения, для садово-огородной деятельности, где бы он мог возводить свой макрокосм, но при этом такие участки являлись и важной составляющей в экономической жизни, потому что прокормиться при помощи дачи намного легче, чем без. Это запасы на зиму, это отдых летом, это куда-то сплавить детей, это важный центр жизни, с другой стороны, когда я глубже погружаюсь в эту тему, в дач дачной утопии этих приватных строений, я думаю о том, что возможно именно дачи по-своему разрушили идею построения коммунизма на наших территориях, потому что человек, у которого протекает крыша, он не может думать ни о мировой революции, ни о значительных социальных делах, ему нужно чинить крышу, ему некогда. Было очень хорошо, что собрались на даче много разных художников, много разных художников и украинских, и одесских, и даже некоторые из-за рубежа. Вот, например, работа Стаса Турина, нежная, очень поэтическая работа, которую он приказал исключительно на стуле приковать сзади, и вообще не подходить и никакой аннотации не давать. Петр Владимиров делал, мы в соавторстве с ним в некоторой степени делали эту работу, он решил сделать, расклеить по поселку объявления, на которых было бы написано, что именно художник ищет жилье на лето, и таким образом мы хотели узнать, получая звонки от потенциальных арендодателей, узнать больше об их жилье, что у них там, именно как они это описывают. Работа состояла из собственно расклеенных объявлений, и таких аудиозвонков я прописывала каждый раз, Петя был за границей, но я принимала все звонки, и они мне рассказывали, как там у них что, как у них видно море, или как там, у какого там бара или ларька нужно повернуть вниз, чтобы найти их домик. Ну, таким образом, в аудиоварианте мы узнали больше о поселке Люсдорф, в котором происходила эта выставка. Вот фрагменты работы Саши Кадзеевича и Марии Сильченко одесских художниц. Вот более панорамная фотография с Топчанаум, которая работа Добрыни Иванова. Очень политическая тоже работа, нежная, о том, как он в детстве его родители заслали в православный лагерь в Греции, и они там жили достаточно в жестких монастырских условиях, но в какой-то момент он получил возможность удрать, удрать через дыру в заборе, и он этой возможностью воспользовался. У него было 10 долларов с собой, и он понял, что именно эти 10 долларов помогут ему провести день в ближайшем отеле в формате all-inclusive. Небольшой такой, я бы сказала, молодой человек, лет 11, приходит на ресепшн, предлагает свои 10 долларов и говорит, что вот он хочет приобрести услугу, таким образом он получил комплексные обеды, купание в бассейне, неограниченную кока-колу целый день, вот такой детский эскапизм, да, это же фантастический на самом деле, это именно вот о детском удрать, исчезнуть, вот куда-то подальше от родственников, от какой-то вообще близости семейной, вот что я внезапно себе могу позволить и при этом как человек юн, это удивительно. Тоже вот интересная работа Татьяны, не помнящей, о дачной одежде, которая в принципе каждого, кто обладает дачным участком или когда-то там появляется. Вот это бесполое, вот это старое, застиранное, в пятнах, какая-то гадость, в которой нет ни мужского, ни женского, никакого вообще совершенно выкидывать нельзя, нельзя выкидывать эту куртку, потому что можно увезти ее на дачу и там еще долго-долго ею пользоваться, это же очень полезная вещь, нельзя с ней расставаться. Для меня эта работа была очаровательной, и она была первой на самом деле, она была, Таня, не помню, еще была первым человеком, с которым я поделилась идеей этой дачной выставки, и она как будто бы имела эту работу в рукаве, она как будто бы давно об этом вообще задумывалась. Ну, бывают совпадения же, правда? Вот работа еще Алены Мамай, она сделала несколько видео о своих бабушках и предоставила один портрет, который делала на первом курсе. Вот, вот, так мы очень все размещали в доме, то есть абсолютно без вмешательств, каких-то ужесточений, создания какого-то выставочного формата или что. Мне хотелось вводить экспозицию в те условия, которые есть на даче, которые понятны, без особых деформаций, делать это максимально естественно, нетравматично ни для окружающей среды, и естественно для зрителя, для того, для того, кто имел этот опыт, и для кого дачный опыт был связан с абсолютно другим, нежели какой-то выставочной деятельностью. Вот видео, фрагмент видео Оксаны Казьминовой, в нем участвовал еще Толик Белов, вот работа Алексея Салманова, дачи, дачи штока, которая в Одессе есть, которая была, вот фрагмент, мы ее видим, вот это вот внизу, фрагмент Балясины, это фрагмент дачи одесского аристократа, которая была впоследствии корпусом санатория, которая впоследствии была, был уничтожен для того, чтобы возвести вот такую вот, как в Одессе это называется, жемчужину, 28-я жемчужина, который сирийский застройщик в Одессе проводит такую очень агрессивную политику. Вот, но на даче было очаровательно, вы же понимаете, вот эти вот закаты, мягкая жизнь, искусство, хорошо там, приезжайте вообще летом в Одессу то, что надо. И я думаю, что нам позволяет это открывать по-новому некие такие позабытые участки города, которые в то же время являются в свое время являлись центрообразующими, потому что, вот, поселок Люсдорф это новый кассель. Люсдорф это новый кассель, потому что у него давняя история связанная с немецкими колонистами. Люсдорф был заложен в XIX веке, когда на территорию Российской империи поступали иностранцы для того, чтобы осваивать вот эти вот южные земли. Южные земли осваивать, разумеется, приезжают немцы, немцы закладывают в 10 километрах от Одессы достаточно основательное хозяйство. Они проводят туда одну из первых линий трамвая, которая соединяет город и, собственно, практически загородную местность, практически сельскую. Они осваивают побережье, они возводят всю инфраструктуру местности. Этим трамваем пользовались многие поколения, на нем катались, ну, так даже если уйти в такую поэзию, Ахматовы, Гумилев, там, Куприн с Буниным на пляже в Люсдорфе познакомились. В общем, был такой загородный пленэр, куда можно было поехать, где можно было взаимодействовать с местами, потому что все было так очень основательно по-немецки там, но при этом развивалась какая-то даже богемная жизнь. Для меня это стало большим открытием, потому что дом там в Люсдорфе это наследие моего дедушки, который был главным зоотехником местного колхоза, и я знаю совсем с другой стороны эти места. Но впоследствии это не так далеко от Одессы, и разумеется такая местность находит свое освоение. Немецких колонистов оттуда начали во время революции высылать. Высылать в Казахстан они подверглись жестким репрессиям, и недалеко в этом районе был учрежден колхоз. Колхоз стал очень процветающим миллионером с огромными виноградниками очень успешно. И те дома и участки, которые в свое время принадлежали немцам, были распределены между работниками колхоза. Но поскольку этот поселок находится достаточно близко к городу, и туда можно от вокзала доехать на трамвае, считая, до последней остановки, но тем не менее это возможно за час делать просто-таки на трамвае, эти районы начали осваиваться уже более такими люксовыми пожеланиями. Сейчас эти места активно занимаются коттеджной жизнью, дорогими особняками достаточно безвкусными зачастую, но там в Люсдорфе я вижу контраст остатков от немецких поселений, в то же время части колхоза, какой-то такой жизни времен союзов, и сейчас третья волна, вот это освоение этих мест для таунхаусов, для дорогих домохозяйств, которые хотят жить недалеко от города, но близко к морю. При этом линия моря стремительно разрушается, ее за ней никто не следит, при этом там возвели около пяти лет назад огромную гавань для яхт, и это очень контраст, мы видим такой абсолютно люксовый пейзаж с яхтами, и вот рядом поломанные и сползающие постоянно склоны, и достаточно такой скромный небольшой кусок пляжа, который остался для граждан, для обычных посетителей, которые не имеют своего выделенного пляжа. Достаточно это так жаль, жаль, но в свое время опять же в Люсдорфе было множество санаториев для детей с заболеваниями легких, которые основывались на базе комплексов зданий, которые принадлежали в свое время немцам, на базе гостиниц, которые принадлежали немцам, это зачастую достаточно романтичные крупные сооружения конца 19-го, начала 20-го века, то есть эта смесь, которую мы ощущаем там, она заманивает, она заманивает многократным наслоением, на достаточно небольшом участке местности, которую можно обойти за два часа, мы видим полный срез эпох. Ну и что, и как ни крути, Люсдорф, Новый Кассель. Я думаю, что именно эта местность является сейчас в Одессе отличным плацдармом для развития внеинституциональных практик, для таких выставочных либо акционистских действий, которые могут быть интересны как художественному сообществу, так и вовлекать местное население, потому что местное население, опять же, очень разнопланово. Тут и бывшие колхозники, и новые комьюнити этих новоришей, и даже есть некоторые связи еще с немцами, есть немецкое кладбище, туда часто приезжают из Германии дети, внуки, то есть местность, которая совершенно недалеко от города, от Одессы, но при этом абсолютно по-другому и достаточно полно отражает специфику судьбы этого региона. Ну вот как-то так. Вопросы, ответы? Насколько жила местная комьюнити и поднеслось к вашим дачным местам? Кому больше, кому больше понравилось, кому меньше, кто-то? В основном это выставка загородной практики сезонной близости, она происходила во время Пятой Одесской Биеннали, это был спецпроект Биеннали, и поэтому больше, конечно, стеклось посетителей Биеннали, ну и собственно участников. Заходили соседи, но очень так ненароком узнать, почему так шумно, и долго ли это будет продолжаться, вовлечение не сработало полностью, потому что это был первый такой пилотный год, и вовлечение может быть срабатывало на стадии вот этого исследования при помощи телефонных звонков в работе, о которой я говорил о Пете Владимирова, сдам дачу, художник снимет комнату. по-своему вовлечение пока что не есть состоявшимся, но есть инициатива. В этом году я планирую делать следующую серию этих загородных практик, я думаю обустроить это уже скорее как микрорезиденцию, то есть приглашать авторов провести некоторое время, неделю, дней 10, может быть делать в конце работу, то есть мне бы хотелось привнести исследование вообще в этот регион, то есть пригласить художников посмотреть на это внимательнее, посмотреть на это прицельнее, увидеть это многообразие и для того, чтобы они уже впоследствии увидели возможно какие-то моменты взаимодействия. мне как куратору кажется, что это поле не паханное, оно может быть вспаханное. У нас на самом деле есть еще бонус трек, если мы хотим еще какой-то вопрос меня спросить, кто-то хочет меня спросить, нет? отказов пока храню и думаю найти какую-нибудь площадку, которую бы я возжелала и она возжелала меня. Но вот есть такая небольшая коллекция, очень разнообразные ответы, очень формальные. Возможно, может быть, можно даже продолжить это начинание. Я не вступила во второй этап переговоров, когда они прислали мне ответ, можно было бы продолжить полемику, я не стала этого делать, думаю, это мое упущение. Но на самом деле тренировать музей при помощи переписки, я думаю, что это не вредно. Я думаю, что это может быть даже полезно для них, где-то может быть это немного травматично, но это полезно, на мой взгляд. А вы как считаете? Я думаю, что в Украине нам придется продолжать это, у нас пока что не так много возможностей взаимодействия с музеями, и иногда даже такие в некоторой степени агрессивные действия, они могут быть полезны и для художественного сообщества, и для музейщиков, для того, чтобы подумать, что это к ним пришло и как на это отвечать. Меня удивило при проведении этой почтовой акции то, что очень часто авторы, не авторы, музейщики не утруждают себя тем, чтобы загуглить просто имя. художник уровня Венеции, он должен быть желанен для художественного музея регионального в Украине, но когда тебя отправляют с таким проектом, это говорит о том, что они либо не понимают ценность и статусность такого мероприятия, да, мы можем даже тут слово статусность употреблять, но это говорит о том, что скорее всего они просто не изучили даже то имя, о ком идет речь, они просто посмотрели описание проекта, увидели там линию гомосексуализма и они подумали, что о нет, в нашем музее это невозможно. Я думаю, что опять же эта линия прослеживается и в том, что живее отвечали по обычной почте, нежели по электронной, то есть банально работа с интернетом в региональных музеях, она на таком настолько низком и ленивом уровне, что даже имя предлагаемого автора не удосуживаются проверить, кто это, что это, какой это уровень, какой это статус, интересно нам это или не интересно, исходя из персонали автора, а не исходя из конкретного проекта даже. Ну в результате есть документы. Да, ну документы, конечно, сладкие, было и приятно, и неприятно, я их получаю, то есть я все-таки, ну я имела надежду на то, что кто-то будет заинтересован в том, что, ну может быть не так, не такой резкий, а давайте еще посмотрим что-то этого автора, а давайте подумаем. Нет, нет, вот моментальные отказы, но письмо от, от, кажется, харьковского художественного с референсом сходить лучше в музей секса, оно, конечно, мое любимое. Но у нас же есть еще бонус-трек, у нас есть еще бонус-трек, и я хотела рассказать вам, если еще не все устали, никому не душно, все хорошо? Не, вроде все хорошо. Мы можем еще поговорить о моем исследовании в поле институциональной критики в Украине. В основном мнение по этому поводу сходится к тому, что едва была в Украине институциональная критика, да, вы серьезно? На самом деле была, была и давно. Была и давно, и началось все, в принципе, еще с заборной выставки в Одессе. Заборной выставки в Одессе, которая произошла в 67-м году, так называемый Сычик плюс Хрущик, не пройдя очередной выставком, выставочные кабинеты, которые были, комитеты, которые было необходимо пройти для того, чтобы показать свои работы в экспозиционном пространстве, они не прошли его, и им было опять грустно, и они немножко, возможно, даже выпили, говорят, и решили организовать моментально в то же утро выставку прямо на заборе, который окружал оперный театр в Одессе, потому что оперный театр был на ремонте. Они моментально развесили свои работы в таком формате, выставка продлилась всего три часа, это, разумеется, было несогласованное действие, да и вообще, на самом деле, настолько импульсивное действие, тяжело назвать конкретной институциональной критикой, поскольку в нем присутствует импульс, эмоция, моментальный порыв, некая такая страсть чрезмерная даже, но по сути эти авторы, они прямо абсолютно раскритиковали ту выставочную систему, подчиненную идеологии господствующей, которая была актуальна для этих лет и позволили себе преодолеть таким образом, не побоявшись последующих репрессивных действий со стороны государственного аппарата. Следующую такую работу я выделяю на работы, которые проводились в США во время эмиграции в Агричем Бахчиняном, харьковским художником и концептуалистом. В 1974 году он приехал в Нью-Йорк и был столкнулся с тем, что он, будучи советским экспатриантом в Америке, в эпоху господства постминималистских практиков в галерейных пространствах, музейных, совершенно неинтересен. Неинтересен эстеблишменту, неинтересен галеристам там, что делать, что делать, что предпринять, как возможно преодолеть это, он видел эту ситуацию не менее сложной, чем, например, прохождение выставкома в Советском Союзе. И то, и другое, это достаточно каменная стена. И в 1977 году он проводит выставку, акцию, точнее, 30 выставок в один день. говоря о к стремлению к количеству экспонируемого, к стремлению к количеству выставок, которые есть практически у каждого художника, это тяготение к видимости, он в данном случае очень буквально переводит количество, качество в количество, появляясь в Нью-Йоркских галереях с табличкой «Береги время». «Береги время» сделает 30 выставок в один день. Опять же, это украинский художник, харьковский, с армянскими корнями, который проводит вот такие очень критические акции, но не на родине, уже на территории США, но, тем не менее, мы можем говорить об этом как о зачатках, украинской институциональной критики. Следующая его акция апеллирует к феномену русского авангарда. Он обклеивает себя лозунгами, лозунгами совершенно разного содержания, и бытовые, бытовые слоганы, и политические, и в таком виде приходит в МОМА, идет в залы, где размещены экспонаты русского авангарда, и таким образом апеллирует к важности, к значению политического в авангардном искусстве, которое в то время, в 70-е, в Америке, в эпоху минимализма было некоторым образом отодвинута на задний план, в таком мейнстриме, но Вагрич в данном случае подчеркивает насколько политическое является важным вообще в теории авангарда. Также очень интересная его акция в 79-м году, проведенная уже у входа в МОМА с громким названием Art Salvation Incorporated, акция, которая призвана обратить внимание на тот застой, на то тихое тление, которое происходит внутри институции. Во время этой акции Вагрич агитирует публику к тому, чтобы провести в помещении залов МОМА нечто вроде дискотеки, чтобы оживить это пространство при помощи танцевальных практик, ведь танцевальные практики, связанные с танцем, возможные в перформансе, почему бы не выделить для этого полноценный зал, который бы функционировал некоторое время, то есть Вагрич, наш украинский художник, подрывает их американское искусство, но как ни крути, институциональная критика в Украине и за ее пределами. Следующий важный момент для меня при проведении этого исследования была выставка родня, выставка родня на квартире куратора Маргариты Жирковой, которая была основателем многих авангардных институций в Одессе в конце 80-х, начало 90-х, мать Сергея Ануфриева и ее так называемый салон, где собирались часто нонконформисты, который был признан центром квартирных выставок в некоторой степени. Конкретно эта выставка родня была проведена Леонидом Вольцеховым под его кураторством, насколько это возможно для этой среды в то время такое определение при участии Лейдермана, Ануфриева, Чацкина. Что они сделали? Они первым делом оббежали всю Одесскую тусовку нонконформистов, всех художников, которые были в подполе и в официальной части с объявлением того, что на светлом переулке у Жарковой будут показывать работы в совершенно новой технике. Приходите все. Запустили такую сладкую сплетню. Потом, когда приходили посетители, авторы подводили их в качестве таких экскурсоводов к крупным шпалерам заклеенными, которые были заклеены фотографиями родственников художников. И каждый экскурсовод проводил сложную, сложную такую комплексную рассказ о том, какая семейная взаимосвязь между какими членами, которые изображены на той или иной фотографии, кто кому кем приходится и какой дядя Изя, когда эмигрировал куда, а потом вернулся. Посетители этой выставки уходили в полном шоке, совершенно перегруженной информацией, это было совершенно невозможно, и на мой вкус, именно это концептуалистская круг Лейдермана, Войцехова, Ануфриева, Чацкина, Перцев, они таким образом при помощи этой выставки они профанировали сам формат квартирных выставок. То есть квартирная выставка как квази институция, как нечто, что уже обросло признаками институции, которые обрастают влиянием, мнением, признанием это искусство, это не есть искусство, и тут вот такая вот юная мафия туда вырывается и устраивает полный беспредел. Что это? Это институциональная критика на мой вкус. Следующая работа, которую я бы хотела отметить также, это работа группы быстрого реагирования 1994 года. Три ящика для трех букв, вот мы тут видим его красненький. Что они сделали? Они апеллируют к вопросу, к процессу украинизации, то есть 1994 год все государственные органы постепенно переходят на украинский язык, уже для бюрократического обмена украинский становится обязательным и они отмечают, что нас отличает украинский от русского алфавита и и и три буквы и они создают некий такой набор инструментов для красного уголка. Они предлагают ящик с тремя литерами отлитыми из металла они предлагают нечто вроде флага на котором написано хлопцы еднаемося девчатка гуртуемося и они с этим набором нехитрым отправляются в бюрократические разнообразные харьковские органы они приходят в ту или иную контору и говорят смело и напористо где ваш красный уголок им сразу отвечает вот наш красный уголок что такое они говорят это все старые символы у вас стоят мы принесли новые мы принесли новые давайте-ка пожалуйста их переустановим удивительное видео к сожалению я не нашла чтобы сегодня вам показать удивительное видео с этих встреч с этой акции когда работники учреждений выносят все что содержится у них в красных уголках с легкостью для того чтобы поменять на новые то есть сознание этого чиновника среднего если мы можем об этом говорить оно привыкло настолько к тому что идеология не некие символы некий такой аппарат символический он должен присутствовать и если старый кажется насколько мы слышали уже не актуален то новый конечно же применим новый необходим но если кто-то принял значит нужно его имплементировать то насколько легко они на это соглашались насколько они не возражали против такого внедрения абсолютно полноценно показывает ситуацию тех лет 94 год когда в принципе основные массы находятся по-прежнему в полной дезориентации также интересная работа вот хотел бы вам показать работа фонда Мазаха но это не работа фонда Мазаха это работа мучника художника сутриалиста а фонд Мазаха фонд Мазаха был приглашен на выставку свободная зона в Одессе в 94 году которая происходила под кураторством Александра Ройтбурта которая занимала несколько крупных локаций в Одессе очень большое крупное интересное действие но конкретно фонду Мазаха приглашенной группе досталось специфическое помещение в художественном музее им досталась комната в которой было огромное монументальное полотно которое вы видите с таким сюжетом революционным потемкинцы выносят на берег тело убитого матроса Вакулинчука полотно гигантское 5 на 3 с половиной вынести его из музейной комнаты было совершенно невозможно если только не разрушить часть стены то есть музейное помещение является неподготовленным и неготовым принять произведение современного искусства новые работы оно может предоставить помещение только в таком состоянии ну такое помещение было предложено фонду Мазаха потому что некий мазахизм уже заложен собственно в своем названии куратор определил что это помещение подойдет им что они делают они обращаются к истории этого полотна собственно почему произошло восстание матросов потому что им предложили на помимо всех других революционных настроений пиком было то что им предложили на обед мясо которое было поражено которое было червивое которое было поражено опарышами и это была провокация к восстанию и таким образом они совершили такой революционный прорыв что делает фонд Мазаха берет сырое мясо берет опарыш и большую стеклянную банку и погружает это все в нее и выставляет в качестве своего объекта называя эту работу вид еды созерцающей еду которая наблюдает за поеданием что интересно в этом случае что ровно через 40 минут бедительными музейщиками эта работа как исключительно критическая и невозможная к экспонированию в стенах музея была снята но что мы видим по факту мы видим всего лишь биологические объекты мы видим сырое мясо мы видим червей но почему бы нет эта композиция стояла на фоне указанного полотна и к сожалению мы не имеем на данный на данный момент ни единой фотографии собственно работы фонда Мазаха потому что ее тоже не успели отснять настолько быстро это произошло ну и другой исключительно важный конечно объект в поле институциональной критики от фонда Мазаха это в том же 94 году уже позже летом знаменитая работа мавзолей для президента критическая работа в поле актуальных политических проблем того времени президент Кравчук разочарование в порыве к независимости не социальная растерянность в отношении того что что делать с этой независимостью как направлять сфокусировать свои действия они создают эту работу которая состоит из смальца и фотографии президента которая при подогревании проявляется на заднем фоне примечательно что эту работу также было невозможно лицезреть в национальном художественном музее Украины где она и должна была экспонироваться потому что по звонку музей был в срочном порядке закрыт а подальчак который продолжал в корпусе этого этой работы проводить проводить перформанс уже на ступенях музея его всячески выгоняли и мы можем говорить о том насколько критические практики несовместимы с деятельностями музеев тот период конечно с тех пор многое изменилось многое изменилось и современное искусство продолжает проникать и проникает все увереннее в музее но тем не менее вот например в 2009 году Харьковская группа СОСК была проведена выставка в художественном музее Харькова который стал вот этот кураторский проект стал финалистом конкурса фонда Эйдес о восточноевропейском искусстве в традиционном музее достаточно деликатный тонкий проект проникающий не спекулятивный не спорящий с произведениями искусства которые размещены в классическом музее некая такая коллаборация диалог между работами разных эпох эта выставка была закрыта за день то есть в первый день еще зрители могли посмотреть экспозицию но на следующий день директор музея прекратила ее существование и даже собственноручно демонтировала некоторые работы вот как например на предыдущем слайде мы видели на на полу вещи работа трагоняна такой исчезающей зрительницы от которой в музее не осталось ничего остались только ее вещи она убежала куда-то раздетая по коридору мы больше ее не видим тут только некоторые предметы ее гардероба нежная на самом деле очень проникновенная работа но несмотря на то что музей официально открыл эту выставку новая история они ну собственно единолично в лице директор мозгиной не не решились продолжить продолжить этот показ и в срочной в срочной форме демонтировали ее что что спровоцировало крупный скандал в принципе институциональная структура в Украине в те годы все мы знаем достаточно специфично то есть это или коммерческий уклон или закостеневший музейный уклон которые не не находили никаких пунктов соприкосновения в большинстве случаев и были закрыты от проникновения практик современного искусства но мы видим сейчас некоторые позитивные продвижения думаю вы многие в курсе этих дел но все ну мы будут вопросы какие-то вопросы анекдоты не о да 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 отличный да действительно отличный фильм я очень тоже советую классно что вспомнили об этом на самом деле мне очень увлекло я думала еще вот это моя собственно магистрское исследование по институциональной критике я вот думаю как вовлекать эту связь с вагричем потому что все-таки утверждает вагрича как украинского художника недостаточно спекулятивно но мне кажется что в данном случае его именно жизненная практика продиктовала институциональную критику это восхитительно это восхитительно это очень честно очень буквально даже и это длящийся процесс для него он проводит несколько таких акций в нью-йорке прямо так сразу с в крупных локациях очень не очень резкие развороты очень эффектно и плакаемо их спасибо уже можно уже можно не стесняться правильно но все равно всегда какие-то вот мысли начинаются по этому поводу но я думаю что что и можно и нужно и нужно да это этот это харьковская школа это наши проции спасибо большое что вы сегодня пришли провести с нами этот все вместе этот полупраздничный день какой-то необычный такой вроде ну все